Соревнования по благоустройству и озеленению района завершились. Победители названы. В администрации муниципалитета состоялось награждение участников сразу двух конкурсов. Сергиевск в цвету и Дни защиты от экологической опасности. Участников всего по итогам двух конкурсов более 50. Все подошли очень творчески, благоустраивая свои придомовые территории, озеленяя места общего пользования, применяя при этом нетрадиционные материалы. Активное участие приняли детские сады и жители многоквартирных домов. Это юбилейный год. Мы проводим наши конкурсы уже 10 лет. Это Дни защиты от экологической опасности и сергиев в цвету. Появилась какая-то здоровая конкуренция. Все хотят занять места, обустраивая свои клумбы с любовью, с дизайнерской какой-то жилкой. Это очень приятно. Очень приятно то, что к центральным населенным пунктам присоединяется периферия. Это особенно приятно. К примеру, в поселке Сок до этого лета можно было видеть лишь горы мусора и бурьян. Теперь же здесь даже около контейнерных площадок растут цветы. Такое соседство местным жителям куда больше нравится. Кстати, Сок вошел в число победителей конкурса «Сергиевск в цвету». Такое внимание, конечно, стимул к дальнейшим действиям, отмечают участники. Сейчас уже думаем, как подойти к оформлению территории на будущий год. Награда за первую степень в конкурсе «Сергиевск в цвету» – это очень почетно. Это нас обязывает не опускать руки, работать дальше. В общем, это очень приятно, почетно. Я думаю, что было бы здоровья, на следующий год мы тоже не уступим это место. В торжественной обстановке участники были отмечены не только дипломами, но и денежными поощрениями. А это хорошая помощь для приобретения посадочного материала и прочего необходимого. Надежда Щипакина, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».